Всем привет! Вы на канале BOTANITY и с вами Саня. В связи с выходом HANA на прошивку 7.02 я решил обновить свою консоль с 6.72 на 7.02. Меня обязывает это сделать блогерская деятельность. Все для вас, мои дорогие подписчики. Первое, что нам будет нужно, это официальный файл обновления. С официального сайта мы не скачиваем, потому что там всегда лежит самая новая прошивка. На момент записи видео это 8.03. Поэтому обратимся к этому сайту. Ему можно доверять. Видим три столбца. В первом находится Retail Firmwares. Они нужны, если вы просто обновляете свою консоль через меню приставки. Как раз то, что мы будем делать в этом видео. Во втором столбце находятся прошивки для особенных консолей, которые есть только у разработчиков. А в третьем находятся полные обновления. Они нужны, если вы сменили жесткий диск вашей консоли и обновление идет через седьмой пункт Recovery Menu. Подробнее про это вы можете узнать в моем видео по подсказке сверху. Тут есть нужная нам версия ПО. Однако, чтобы появились ссылки на скачивание, нужно зарегистрироваться. Но для вас я залил файл обновления 7.02 на MailDisk. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Для обновления можно использовать один из этих носителей информации. Портативный жесткий диск, вот такой вот USB картридер. Сюда можно вставить как полноразмерную SD карточку, так и microSD. Но лучше всего использовать простую флешку. У меня она на 4 гигабайта и служит уже лет 10. Даже надпись начала стираться. Но главное, что работает, и я буду использовать именно ее. Вот моя флешка. PS4 поддерживает только файловую систему FAT32. Говорят, что еще EX FAT, но лично я не проверял. Если у вас иная файловая система, то необходимо будет отформатировать ваш носитель информации в одну из поддерживаемых файловых систем. Помните, что при этом удалятся все данные. Поэтому не забудьте скопировать все важные файлы в другое место. Слева у меня как раз то, что залито на MailDisk. У PS4 жесткая привязка к именам папок и файлов. Нужно обязательно создать папку PS4, в ней папку update и в нее поместить файл ps4.update.pub. Имена и заглавный шрифт должны быть именно такими, как вы их сейчас видите. Только так и никак иначе. Часто файл обновления называется по-другому, поэтому если вы видите другое название, то обязательно переименуйте его в ps4.update.pub. Теперь берем папку PS4 и копируем ее обязательно в корень вашей флешки или жесткого диска. Все, папка скопировалась. Делаем безопасное извлечение и с ПК мы на этом закончили. Мне трудно это говорить, но нам надо расстаться. Нет-нет, проблема не в тебе. Ты была верна, мне. Исполняла все мои пожелания, запускала все пейлоудеры. Но я вынужден уйти к другой, менее стабильной, чем ты. Это долг перед моими подписчиками. Прости. Вставляем флешку и на всякий случай вынимаем интернет-кабель из консоли. Последний раз вы видите эту надпись. Даже как-то грустно. Только-только все стало работать стабильно. И вот опять. Эх, ладно. Погнали. Для начала зайдем в сеть и убедимся, что интернет выключен. Да, все, он выключен. Перейдем в браузер. Дальнейшие действия необходимы, если вы когда-либо нажимали кнопку Disable updates в одном из хостов. Сейчас надо сделать обратное действие, то есть включить обновление. На данный момент этот хост самый стабильный из тех, что я тестировал. И, видимо, другие уже не протестирую. По крайней мере, на 6.72. Активирую hand. После активации перезахожу в браузер. Перематываю вправо, захожу в инструменты и вижу нужную нам кнопочку с payloader. Нажимаю и ошибка оперативной памяти говорит о том, что ничего не вышло. Ничего страшного, просто перезаходим и пробуем снова. Табличка слева вверху говорит нам, что все прошло успешно. Повторюсь, если вы никогда не нажимали на кнопку Disable updates, то не надо нажимать и на кнопку Enable updates. Просто пропустите эти действия с браузера мимо себя и, как я, заходите в настройки. Спускаемся ниже, переходим в пункт под названием Обновление системного программного обеспечения. Консолька немного подумает. И если вы все сделали правильно, то увидите надпись, что найдена новая версия ПО. В моем случае это 7.02. Сто раз подумайте, прежде чем обновляться. Потому что откат прошивки на момент съемки видео невозможен. Эх, прощай, 6.72. Обновить. Кстати, на этом этапе нажатием кружочка еще можно отменить обновление. На паузе можете прочитать, какие новшества привнесла прошивка 7.02 по сравнению с 6.72. Имейте в виду, что если у вас вдруг выключит свет во время обновления, то консоль, скорее всего, превратится в кирпич. И еще, если в конце обновления консоль начинает вечно мигать с синей полоской и не включается, то попробуйте выключить ее, удерживая кнопку включения более 10 секунд. После этого войдите в рекавери меню и там выберите первый пункт. Должно помочь. Подробнее об этом я рассказывал в этом видео по подсказке сверху. А тем временем консоль уже обновилась. Жму кнопку PS и захожу в систему. Слева нам сообщают, что установка завершена. Зайдем в настройки и убедимся, что это действительно так. И да, видим версию 7.02. Обновление прошло успешно. Теперь ждите контент про эту версию прошивки. Да, вот так вот просто обновляется PS4 при помощи обычной флешки. Спокойненько в офлайн режиме. Интернет не нужен. Этот способ полностью официальный, и с его помощью вы можете обновиться совершенно на любую прошивку, в том числе и на последнюю, 8.03. Проблемы могут возникнуть только если у вас сломан блерой привод. В таком случае на фатках у вас вообще практически нет шансов обновиться, а на слимках или прошках там вроде можно просто отключить от платы привод, и вроде как консоль даст обновиться. Это не точная информация, но где-то я такое слышал. И пожалуйста, напишите в комментариях, вот эта вот шутка с расставанием, она вообще нормально зашла или это было лишнее? На этом мое видео подходит к концу. Вот здесь вы видите мой инстаграм, я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Если есть желание помочь каналу донатом, то все ссылочки вы найдете в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...